Здравствуйте! В эфире программы Нотабене. Обрати внимание, я ее автор, ведущая Анна Локатина и канал живых прямых интернет-презентаций Нотабене Лайф. Здравствуйте, Юлия. Моя новая гостья с темой, на мой взгляд, эпатажный здоровый фастфуд. Юлия, у всех уже сложилось мнение по поводу ругательного слова фастфуд. И вдруг вы делаете к этому слову переставку здоровый. Так вот, откуда у вас силы переломить или хотеть переломить тренд? Ну вот, я должна сказать, что быстрое питание и фастфуд – это, как ни крути, очень нужная в нашем мире вещь. Она очень популярная. Людям некогда ждать, им нужно перекусить, побежать дальше. То есть моя идея в том, ну, вернее, даже идея создателя этого проекта в том, чтобы сделать фастфуд максимально полезным. Вот сделать для этого всё, чтобы он был более полезным, вкусным, доступным. Ещё, насколько я понимаю, вегетарианским. Но немного ли задач на один проект? На самом деле, ну, мы, может быть, как бы не афишируем то, что он вегетарианский именно, потому что мы же не афишируем то, что, допустим, мы не кушаем мандарины там или не кушаем апельсины. Это вот не всем, ну, как бы даже интересно будет, а вот в нём просто нет мяса и рыбы. А если человек мясоед, вот едет мимо, и, как вы говорите, ему быстро нужно перекусить, и он зашёл и, ну, разочарование получил, потому что нет такого большого куска мяса его встречающего. На самом деле, процентов 80, посетителей нашего кафе, это не вегетарианцы вообще. Правда? Правда. А как их занесло тогда к вам? Они просто проходят мимо. Люди сейчас очень любят пробовать что-то новое. И поэтому приходят на, с одной стороны, на дегустацию, да, с другой стороны, попадают в какую-то, ну, для себя новую волну, да, открыть что-то новое, попробовать. К тому же некоторые блюда наши, они уже реками зачастовали в арабской кухне, например, тот же фалафель, который у нас одно из блюд и в бургере, и в ролле есть мутовые котлетки. То есть это уже давно известное блюдо, которое любые мясоеды с удовольствием кушали. Я всегда противник, знаете чего? Вот мы живём в стране, богатой всем, и традициями, и культурой, и кухней, и ресурсами для того, чтобы эту кухню... Зачем нам привнесить какие-то чужегодные, предположим, арабские какие-то традиции, в том числе и в кухню? Ну, на самом деле, если посмотреть на наш город, то разнообразие кухонь как раз мы увидим. То есть это... Это понятно, но это всё маркетинговые ходы. То есть у вас тоже маркетинговый какой-то такой ход? Отличиться и быть не как все, привлечь внимание? Ну вот мы вернёмся к нашей идее. Наш ход и наша идея – это здоровый фастфуд. То есть это... Я немножечко расскажу всё-таки о том, из чего мы готовим. Скажите. У нас есть в её производство котлеток, которые, собственно говоря, заменяют мясные котлетки с успехом. Это котлетки сырные, это котлетки мутовые или фалафель, это овощные котлетки, это чеченичные котлетки. То есть мы берём наши родные, которые произрастают в нашей стране боговые, берём сыр наш родной и из этого всего делаем фастфуд, который будет вкусным, здоровым и заменяющим то, что уже привычно. Ну хорошо. Попробовали раз, попробовали два. А на третий раз? Ну вот я скажу, что в нашем кафе очень много постоянных клиентов. Поскольку мы вот такие одни и поскольку мы помним людей, которые к нам ходят, наши варвары, где найти какие-то маленькие такие... Это уже сложившиеся отношения. Мы уже знаем, кто берёт какой ролл. В каком виде, тёплым или горячим, или ему надо холодный, или соус, или больше помидорки, или ни в одном фастфуде, вы такого не увидите. То есть там всё на конвейере. Но это пока ещё маленькая компания, не так давно работает сейчас, поэтому она ещё имеет в себе горящий глаз, помнить всех пассажиров своего самолёта. Конечно, конечно. Потом такого не будет. И облажать. Потом такого, наверное, не будет. Просто я сама кушала не раз, я вижу, что там просто никто никого не помнит. Сейчас у нас есть такая пока возможность помнить каждого клиента. В общем, надо успевать, да? В том, что придут ли третий и четвёртый раз. Так вот, мы знаем, что есть постоянные клиенты, которые... Ну хорошо, а как вы про вегетарианство, вот, я не знаю, рассказываете, рассказываете всем, не всем? Вообще, Good Vegas называется ваше кафе. Да, у нас на самом деле в названии уже заложено VEX. Вот эта приставка, она даёт знать. Кстати говоря, сейчас идёт Великий пост, и очень много посетителей именно посту ещё. Те, которые, да, те, которые держат пост, это для них интересно. Кроме традиционных роллов и бургеров, у нас есть постные обеды. Ну, в обеденное время в основном не бывает. Супчик, второе, салатик, то есть там можно покушать и традиционно. То есть вот уже... Вот. А так, сбилась вопрос? Да, я просто хочу сказать, что мы заняли какую-то нишу, которая с одной стороны узкая, с другой стороны широкая. Потому что вегетарианцы, это публика достаточно особенная. И очень привередливая. И привередливая. И начнут спрашивать там, с какой вредки помидорка, и куда вы её взяли. Так вот, смысл покупать ваше блюдо с помидоркой, которое приехало из Китая, из Турции, поливалось, не знаю, какими удобрениями. Если, скажем, я такая вот привереда, и тщательно блюду свой микроэлементный состав. Ну вот, у нас на самом деле, да, очень многие клиенты, они спрашивают буквально до мелочей состав нашего продукта. То есть у нас все подкованные знают, все до мелочей, как повара. Вот. Ну, мы стараемся, конечно, все продукты закупать получше. Я сама занимаюсь лично пока этой закупкой, поэтому я так могу. А мне кажется, как бы вы лично не занимались, мы зимой в помидорах нигде свежих, нормальных, ни пестиций, ни каких-нибудь ещё. Нигде не найдём. Да, да. Покупаешь лучшее из того, что есть. Сейчас вообще с помидорами беда большая. На самом деле, всё равно надо исходить из главного. То есть мы стараемся сделать всё, чтобы наше блюдо было более здоровым. С счёт чего? Хорошо, там может быть помидорка из импортная. Скоро появится, конечно. Очень скоро уже обещают помидоры из Узбекистана. Прямо их всё ждут уже вот-вот на неделю, на неделю, на другой. Их привезут. Лавашик, который мы заворачивали сейчас, наши роллы, он свеженький, он с отрубями. Булочки мы с вами сейчас помним. Покажите нам, что это. Пожалуйста. Я вот вам покажу. Это наши лаваш-роллы. Ролл с нутом. Йога-ролл у нас, это новиночка наша, это с чечевичной котлеткой. Чизеролл с адыгейским сыром обжаренным, всё с овощами и соусом. Стейк-ролл с вегетарианской колбаской. Фиш-ролл, это вот одно из любимых блюд. Это адыгейский сыр в водоросли, нори, в кляре, соусом с овощами в лавашике. И вегиролл, это с овощной котлеткой. Тоже, кстати, очень много пустителей их любят. Ну и с булочками мы дублируем. Только здесь уже котлетки. Здесь с наггетсами, а здесь с котлетками. Солова-то вообще все не наши. А слова-то все обычные. Смотрите, идея в чём. В том, чтобы привычную идею, мы же знаем, что такое бургер, что такое тортилья, мы знаем, что такое наггетсы. По фастфуду мы это уже выучили все. Но мы их используем, но при этом стараемся сделать эти же блюда более здоровыми. А про сыр тоже я хотела спросить. Вот помидор к нам непонятно откуда приедет. Сыр тоже из пальмового масла сделанный. И если мы возьмём хороший натуральный домашний сыр, то сразу же удорожание блюда там в разы произойдёт. Ну вот, прокомментируйте, как это. Ну, мы живём в реальном мире. И, конечно, выращивать помидоры... Сами помидоры. Сами помидоры. Самой. Я скажу честно, да. Когда у меня в огороде растут огурчики, я их привожу в кафе. Но это бывает только летом. И в этом плане я делаю тоже... Я вам ищу дальше. Развивайте тепличный бизнес. Да, тепличный бизнес. На самом деле, есть у нас договорённости с фермерами. Но опять это летнее время, конечно. То есть есть предложение от фермеров сотрудничать по картошечке. А, кстати, картошечку мы в экохозяйстве закупаем. Помидорки. Но это летом, конечно, летняя история. Зимой всегда всем чуть-чуть посложнее. Поэтому мы исходим из возможностей реальных. Хорошо. Там блюда у вас какие-то есть. Покажите нам. Нет, натуральные блюда. Так, натуральные блюда. Юля, вот это тарелка с натуральными блюдами. Ну вот, например... Потому что это принесли фактическая доставочка. Вот у нас совсем недавно появился вегетарианский салатик Оливье. С вегетарианской колбаской. А что это за вегетарианская колбаска? Что это за понятие? Это колбаса. Это соевая, это пшеничный белок. То есть, ну вот, я думаю, она многим знакома по ассортименту магазина-плавами. Она всегда там есть в наличии. То есть, многие уже пробовали. Сосиски, колбаса. То есть, те, для кого сложно, допустим, ну или пост, или отказаться от мяса. Допустим, кто-то идет по этому пути. То есть, это очень хороший, очень хорошая замена. Потому что, на самом деле, в колбасе-то не всегда мясо есть. Да, вообще замечательно. Ну, колбаса-то ставим, 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 это вообще тема не наша. А вот роллы, например, как они выглядят. Разворачивать, наверное, я не буду. Это просто вот доставочку. Как у нас в кафе организована доставка. Развели? Ну, вот, допустим, это бут-ролл. Вот он, лавашистый. Сколько стоит такой? Сколько он стоит? Он стоит 130 рублей. То есть, это довольно-таки увесистое блюдо. Им можно накушаться. Там завернуты три котлетки у него. Овощи, соус. Лавашик сам непосредственно тоже. Помидорки, огурчики. То есть, ну, вот такое. То есть, они разные все внутри. Выглядят одинаково. Поэтому остальные я выбрать не буду. Бургер, он выглядит, конечно, более, так вот, может быть, симпатично, потому что там видно составляющие. Но у нас сейчас нет. Ну, покажите нам тогда в меню эти. В меню, да. В меню покажу. Вот, пожалуйста, вам нужно посмотреть. То есть, булочка. Булочка там идет, пока у нас классическая. Мы сейчас планируем производство и выпечку своих бездроживых булочек. Сейчас как раз экспериментируем с этой темой активно. Это будет тоже огромный прорыв в сторону здорового фастфуда. Соусы все натуральные. То есть, кстати, мы не используем никаких химических облучителей вкуса. Мы используем специи. Илья, вы не хотите уйти вообще от этого понятия фастфуд? Вы не хотите как-то переназваться? Вы не хотите как-то вот... Ну, на самом деле я уже сделала шаги в эту сторону. И на нашем кафе вы не увидите слово фастфуд. Там написано кафе. Там не написано вот этих двух слов, там нет. Просто кафе. У нас кафе быстрого питания. Потому что мы сейчас, во-первых, блюда сделали любые. Вы можете покушать и так, и так. А сколько времени приготовления блюд? Для ролла и бургера это 5-7 минут. Все остальное вносится так же. Ну, готовые блюда, которые уже супчики. Второе с котлетками. То есть, есть и нормальный, скажем так, комплексный обед. Да, есть нормальный комплексный обед обычный. Но вот скажу, что, наверное, мы все-таки не фаст. Потому что традиционное понятие, это когда вот там очень много людей работает. Тут же все выдается. Тут же все это уже сделано. Вам это выдали. И мы готовим, конечно, под клиента, под заказ. Все горяченькое, свежайшее. Поэтому иногда приходится подождать. Потому что возникает очередность. А как работаете? Работаем с 10 до 9 вечера. И летом, может быть, сделаем побольше. Побольше, да? А пик публики? Обед? Он так смещается, интересно. Но все-таки остается два пика. Это обеденное время и вечернее. Причем вечернее оно, сейчас оно прибывает. Зимой оно было несколько поменьше, потому что темнота. И все раньше засыпает. Да, раньше домой хочется. Сейчас все, людям хочется посидеть, пообщаться. Какой серый шарик с чайной чашкой? На фотографии. Да, на фотографии. А мы еще делаем сладости. Да. То есть мы делаем сладости постные. Это финики, злаки, филосистые шарики. Делаем их из кокоса с миндалем. Делаем, это что-то такое получается, подобие известному Рафаэлу. А, это вот я принесла сейчас в студию. Это шарики с толканом. Это пшеничный чменный толкан. В основе там семечки, злаки, обсыпка кэровом. Ну, и они своем из мущёночка. То есть они сладенькие. То есть мы их делаем в разные сытки. Сейчас мы еще муравейнички стали производить. Ну, тоже они без яиц выпекаются, но традиционный домашний муравейник. То есть он такой, как бы, всем знакомый, скажем так. То есть никто там не знает, вегетарианский он, не вегетарианский. Это вот тоже такой вопрос. Он просто вкусный домашний муравейник. А с напитками это тоже какую-то модернизацию? Да, мы в ней весь бар, конечно, перешерстили. То есть у нас интересные такие яйцомерные. Конечно, есть традиционный кофе. Черный, но есть. И напиток такой для гурманов. Это цикорий. Цикорий латте он у нас называется. То есть он подается в виде традиционного латте. И некоторые даже на вкус его сравнивают с традиционным. Но в основе его цикорий. И сироп топинамбура. Подслащиваем мы не сахаром, а сиропом топинамбура все наши напитки. Сейчас мы смузи ввели полезные. В том числе смузи с соком ростков пшеницы. Очень такое энергетически сильное блюдо. С клубничкой смузи у нас есть. Также есть полезных напитков. У нас есть гидгресс. Мы подаем, собственно, это все. Совершенно какие-то незнакомые слова. Я думаю, они полезные, интересные. Их надо пробовать. Тогда кому они знакомы? Они знакомы любителям фастфуда? Они знакомы любителям вегетарианства? Они знакомы любителям... Есть смузи, по-малевому, мне кажется. Не есть смузи, а вот напитки. Ну, какие-то другие такие слова, которые... Хорошо. Чайная карта у нас состоит из трав в основном. Из трав на разных случаях жизни. Из трав успокаивающих. Из трав, наоборот, бодрящих. Антисредствовых, луговых. Иван-чай у нас представлен. Сейчас мы работаем с лавкой Синавал. Это, в общем-то, качественный Иван-чай. Президент Иван-чая. Наши посетители, в принципе, я заметила, что не заказывают черный чай вообще. Мы его даже не держим. А, мы еще варим масалу индийскую. Тоже, наверное, незнакомое слово. Это на молоке со специями. Такой огненный напиток. А еще у нас интересная находка зимы была. Это блинтвейн. Вот его не... Блинтвейн на гранатовом соке мы научились варить. Я сразу раскрываю тайну. Но он у нас практически неотличим от винного, может быть, по вкусу. Но это сочетание специй. Такое довольно-таки сильное, остренькое. И гранатового сока, фруктов. И получается вот такой интересный напиток, который полюбился. Сбитень интересная. Вот, кстати, очень русская вещь такая. То есть все знают, что это такое. Это мед с травками, со специями. Ну и с лимонно-имбирной основой. Так что я бесконечно могу про напитки говорить. Почему? Потому что почему можете бесконечно про напитки говорить? Мне нравится, что-то новое заваривать. Я постоянно в поиске каких-то новых чаев. У меня и голубые, и зеленые, и салатовые. Барвумен. Барвумен? Ну, вренал, да. В общем, нет. Насколько я поняла, что вы периодически, для того, чтобы знать работу всего кафе, вы периодически стоите на любую деятельность, на любую стройку. И это вот мой, кстати, даже всем совет, потому что мне это очень помогает. Разобраться в ситуации. Я изнутри знаю работу повара. Я делаю ее комфортной. Я понимаю, чего повару не хватает. Какого ножика, какой тарелочки. Как ему вообще... Помочь, да. В рабочем процессе. Да. Точно так же барвумену. Какой ему чашечки не хватает. Где она должна стоять. Общение с клиентами. Я слышу отзывы. Это очень важно слышать отзывы клиента. Ну и отзывы каковы в основной массе? Вот сейчас у нас идет такая полемика за ворот роллов. То есть мы их делали традиционно в тортилье, перешли на лаваш. И мнения покупателей, на мой взгляд, разделились. То есть некоторые говорят, только лаваш. Это прекрасно. Супер. А некоторые говорят, нам бы прежнюю тортилью. Ну а сделать так и так? Можно. Можно, да. Но немножко как бы путаница может создаться. Потому что иногда заказы бывают. Потому что повар ничего не испытал. То есть в этом немножко проблема возникает. Потому что повар у нас часто загружен. А так можно, да. А дети помогают наши? Дети очень помогают. Они вдохновляют. Они со мной ездят очень часто на работу. Они выбирают со мной овощи. Я слышала, у вас трое детишек. Две девочки и мальчик. У меня же две стройняшки. Я говорю, 14-го года. Какие там за годы как-то они помогают? Вот так и помогают. Садятся и едут со мной. Нормально всё. Они уже знают, где, чего, куда. То есть для мам, желающих выбраться из пост-родовой депрессии, нужно рецепт такой. Нужно завести себе кафе. Ну вот, на самом деле, сейчас такое широкое мамское движение. Мамы сейчас очень активны в депрессе. Я просто удивляюсь, насколько они активны. Это просто отдельная такая тема. Семейные клубы создаются. Каждый, чем он, что он умеет, то и делает. То есть он начинает на среде депрессия предлагать свои умения. Какое умение, талант творчества, какое-то умение провести какие-то занятия с детьми, со взрослыми, психологические моменты. Я просто сама посещаю такие мероприятия. Вы довольны наполненной такой своей жизнью. А муж мясо ест? Муж, да. Муж мясо ест. И я спокойно абсолютно к этому отношусь. И на самом деле так и нужно. Спокойно относиться нужно или быть мясоедом? Да. Относиться нужно спокойно к этому. Потому что нельзя вот как-то себя вставить. То есть я такая и все. Если бы не ел, было бы другое. Да нет, мне кажется, добрый таки все вбитрился. Наоборот. То есть это надо принимать выбор каждого человека. А вы как готовите? Сама готовите для него? Да, иногда я сама готовлю, но это когда успеваю. У меня вот с этим немножко. А когда не успеваю, то кто курнет вашего мужа из чьих? Руков часто готовит. В кафе он кушает, в городе. А лентерно работает. Доставку у вас не заказывает? Он сам. Да. Он сам приезжает, потому что он не привязан, так сказать, к кому-то месту, поэтому... А в кафе, в смысле в вашем кафе часто кушает? И в нашем часто кушает. Да. Кстати говоря, это один из примеров, то, что мясоедом есть что попробовать и удовлетвориться. Но это ваш бизнес, и не то, что на бизнесе наш. А? Это ваш бизнес, не мужа бизнес. Не мужа. А тут как разделять? То есть, ну, я, конечно, вдохновитель я, но он мне очень помогает в этом. И он? Он помогает в организации процессов, в снабжении кафе. То есть, во многих манерах. А документация, какие-то вот разрешительные документы, это очень все... Какая-то повышенная требовательность к фастфудам? Или, может быть, какие-то... Да, мне кажется, требования одинаковые. Да, одинаковые. Одинаковые к заведениям общественного питания. Сильно вас контролируют? Я была недавно просто свидетелем. Вот в кафе мы были, и как приходили люди в белых халатах. Боже, какая-то процедура. Мне кажется, они так еще все делают, специально привлекая к себе внимание. То есть, не просто так. Ну, не знаю. Мне кажется, владельцу кафе это не сильно должно быть приятно. Такая вот проверятельная. Ну, вот сказать, чтобы вот... Меня как-то сильно проверяют. Я, скорее всего, даже сама перестраховываюсь. Я постоянно прошу совета у специалистов проверяющих. Я сама это... Они рекомендации, у них постоянно... Я сама это... Я сама это... Собственно, спрашиваю. А что мне еще улучшить? А что мне еще сделать? Они прекрасно на это реагируют. Правда? Не надо с ними держать какую-то вражду на них, обиду. Надо с ними просто настраивать отношения и... И они готовы помогать. И просить у них совет. Они готовы помогать. Они с таким удовольствием все расскажут. Если вы к этому придете, скажете, что я хозяин кафе, я хочу вот... Подскажите мне, научите, что мне еще прочесть, что мне еще сделать. А вот у меня повар, а как мне поступить-то? Ну, с ними надо... Слушайте, можно было сейчас под лапки еще? Слушайте, а внимание кому больше? Детям или кафе? Потому что это работа же на круглые сутки. Ну, на самом деле, в кафе есть бармен-администратор, который текущую деятельность выполняет. И, в общем-то, постоянно... У меня очень маленькое кафе. Я вот с этого, наверное, хотела начать, потому что это кафе на 20 посадочных мест. Оно небольшое, оно экспериментальное. Оно... Ну, в принципе, мы справляемся. Где-то муж, где-то я. А задумка куда вас ведет? Вот если маленькое экспериментальное кафе, то есть отработать свои навыки на каком-то маленьком пространстве для того, чтобы потом выйти на большие площади, на большие объемы или как? Возможно, так. А возможно, мы пойдем по пути стрит-фуда. Или из кафе сделать тоже тройняшек. Ну, и ну, такое. Слушайте, а сейчас в Америке модное направление фуд-трак. То есть продажа фуд из газели. Продажа из газели в разных местах. Есть фильм шикарный, посмотрите, называется «Шеф». Французское слово «Шеф». Там его уволили из ресторана, а он открыл и стал счастливым мужиком. Вы первые гости, которые изучают. Мы начали вякать язык. Она скажет, да? Нас зацепили чем-то. Да. Зацепить руководителя нашего проекта. Вот непросто. Да, это, во-первых, непросто, но, может быть, просто... Вы его соблазнили, да? Как любого мужчины. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Может быть, вы зацепили просто вкусная картинка. Или будет интересен ваш отзыв. Почему? Ну, значит, мы тогда обменяемся ссылками. Вас в ВКонтакте можно найти. Вас можно найти в соцсетях. Да, у нас есть паблик в ВДВЕКС наш. Мы там выкладываем новости всякие наши. А кто это снимается? Вы снимаете тоже, да? На самом деле, группу у нас ведет бармен. Она прямо-таки с места события выкладывает все новиночки. Это ее святая обязанность? Или это ее юбилейные души? Нет, это дополнительная, так сказать. Ну, и так, и так, наверное. Но это не ее обязанность, это ее выбор. Это ее выбор. Она делает это добровольно, да? Да, она это очень хорошо делает. То есть это все-таки не каждый сможет сделать. А я только вот идеи какие-то накидываю. И она реализует. Следующий какой-то шаг, который, может быть, вы хотели бы анонсировать. Или сказать, вот у нас в нашем кафе будет тот, и тот, и тот. Или мы планируем сделать какую-то сделающую? Да, что мы планируем сделать? Мы планируем поработать с выпечкой сейчас, с сладостями, с тортами. Планируем ей там быть на всех открытых городских мероприятиях. Вот с такой же тоже переездной какой-то бригады? Да, мне очень нравится готовить на месте. В прошлом году мы это опробовали. Это очень здорово, когда готовишь на месте и сразу людям подаешь. Не что ты там привез откуда-то. То есть готовить на месте, и люди видят, как это готовится. Это интересно, это красиво. Мне нравится вот так делать. Ну и, в общем, лето всегда в городе насыщенное, мероприятие. То есть можно глазами среди всей толпы вас выискивать. Вы должны быть рядом среди участников. Да, зелёненький Гудвекс. Ищите наши как-то там баннеры. Мы будем. Зелёненький, сочный, жизнерадостный, как сама Юля в своём зелёном платьишке. Была программа «Нота Бене», обрати внимание, с владелицей, хозяйкой, кормящей мамой всех вегетарианцев нашего города, на кафе «Гудвекс». Будем здоровы вместе со здоровой едой. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова